о чем они разговаривали, что Всевышний хотел от Маши Рабену, как он его послал выводить в рейс и народ из Едипта. Все, включаем запись. Включаем запись. Книга Шмот, день четвертый. Шмот, день четвертый. Глава Шмот, день четвертый. Начать запись. Все, поехали. Доброе утро, дорогие друзья. Все, с Божьей помощью, с Божьей помощью прям конкретно сейчас мы настраиваемся на окончание войны, чтобы этот урок просто... Я вот сегодня разговаривал с одним человеком, и вот я уверен, что как она внезапно началась, она началась внезапно вообще, так же она внезапно и закончится в ближайшее время. И чтобы сила нашего изучения Тора, прям молитва ко Всевышнему, она привела к скорейшему завершению этой ужасной войны. Вот. И, значит, мы начинаем сегодня... И каждый за себя молится. У каждого есть своя внутренняя война. Война у кого-то, это война с какими-то микробами, с заболеванием. У кого-то война с лишним весом. У кого-то война со своими плохими качествами. И вот тоже, чтобы каждый победил в своей личной войне с каким-то своим внутренним злом, да, внутренним или внешним злом. В этом жизнь человека и заключается, чтобы... Чтобы побеждать... Побеждать зло. Так, нет звука. Все, звук появился. Чтобы побеждать зло. Значит, в этом война человека. Чтобы закончилась война общая. И чтобы каждый победил в своей внутренней войне со злом. И так, значит, все. Начинается сегодняшний отрывок. Моше. И Моше был пастух. И он пас скот и тро. Своего тестя. Который был коин Мидиан. Который был священником в народе Мидиан. И он его угнал далеко-далеко в пустыню, этот скот. Значит, вот мы можем себе представить. Я, например, прям реально вижу, понимаю, как это было. Потому что, когда едешь из Иерусалима на Мертвое море, то ты проезжаешь вот эти вот такие, перед Мертвым морем, такие холмы пустыня. Прям реальная пустыня. И там вот недавно совсем мы ехали, видели стадо верблюдов, например, пас там бедуин и так далее. То есть, он вот где-то там, он пас этот скот. Только это было еще с другой стороны Мертвого моря. Там, где Иордания сегодня находится. И, значит, и дошел он до горы Всесильного Хореф. Называется это гора. Значит, на тот момент это была просто гора. Потом на этой горе было дарование Торы. И поэтому это называется гора Всесильного. То есть, это была та гора, на которой потом через, получается, 40, не через 40 лет, через, получается, он потом пошел в Египет. Где-то через 2 года было дарование Торы. И увидел он ангела Бога, который обращался к нему из пламени, из куста. Терновый куст. И увидел, и вот куст горит в огне, и куст не сгорает. Это известнейшая история. Давайте посмотрим, как ее объясняет Малбин. Первое, на что обращает наше внимание устная Тора, Малбин, комментатор, он говорит так. Пророки получали пророчество разной чистоты, назовем это так, разного соприкосновения со Всевышним. Например, даже сегодня, в Мудрецы Талмуда говорят, что сегодня пророчество, оно осталось 1,6 часть пророчества, это сон. Сны, это 1,6 часть пророчества, как секунда, 1,6 часть минуты. Также сон, это 1,6 часть пророчества. То есть, там в любом сне есть какой-то элемент, что Всевышний что-то передает из духовного мира. Но вот этот поймать эту 1 секунду, какая это 1 секунда? Мне сегодня снился сон, значит, такой какой-то очень тревожный такой сон. Я проснулся и думаю, ну что в этом сне, это 1 секунда, что Всевышний мне хотел сказать. И так я и не понял, что Он хотел мне этим сказать, да? Теперь, дальше говорится в Талмуде, что пророчество сегодня есть у сумасшедших и у детей. То есть, дети, они еще не закостеневшие такие, их мыслительная деятельность, она не... Вот у обычного человека, он как бы вообще закрыт от реальности. Он весь находится в своих мыслях, то есть, его фильтры, его экраны, которыми он заслонил себя от реальности, они просто каменные, да, у обычного человека, консерватора такого. Есть люди, которые пытаются снять эти фильтры своих там каких-то убеждений, предубеждений каких-то, знаете, есть... То есть, есть люди, которые чуть-чуть расслабляются и пытаются увидеть реальность такой, какая она есть. Но большинство людей зажаты в свои представления. Сумасшедшие и дети, у них этот экран из мыслей, он не такой устойчивый, и у них иногда пробивается вот этот свет духовного мира. Теперь у пророков были разные стадии восприятия духовного мира. Были пророки, которые воспринимали чище, были, которые воспринимали грязнее. Было пророчество через ангела, было пророчество через Бога. И вот тут начинается первая ступень пророчества Машерабейну. Он увидел ангела. Машерабейну сразу отличался от всех пророков, потому что у пророков, когда начиналось пророчество, то у них отказывали обычные органы чувств. То есть, это было две, как бы, коммутатор, две системы. Или ты в состоянии спокойно размышлять и воспринимать мир через пять органов чувств. Или у пророка переключалась эта система, и он воспринимал из духовного мира информацию, но она шла в него через его интеллект все равно, и смешивалась там с его воображением. У Машерабейну система не отключалась, он был в нормальном состоянии. Он не падал, он его не... То есть, его органы чувств нормально работали, мог держать равновесие. И вот ему обратился ангел Бога. И этот ангел Бога... Малдин очень здесь дает такой интересный ракурс, что он, этот ангел, это был огонь. С Машерабейну ему шла информация из этого огня. Не то, чтобы был отдельный огонь, отдельный куст, отдельный ангел. То есть, вот этот вот огонь, который был на кусте, и куст не сгорал, это и был этот ангел. И сказал Маше... Сказал Маше... Кому он сказал? Себе сказал... Я сверну-ка я, сверну-ка я и посмотрю, что это за такое вот видение в великое это. Почему не сгорает куст? Маше-Рабейну, он решил не то, чтобы он здесь, в Талмуде, спор. Он сделал, он начал идти к этому кусту. Или же весь этот процесс, он происходил у него в уме. В Талмуде это выражено таким процессом, что он сделал три шага. Говорят, что он отключился от своего нефеш, животная душа, от своего духа. Это его руах, это его дух, то, что называется. То есть, он как бы отключился от восприятия всего мира и себя. И хотел он включиться в это пламя, чтобы понять, что это происходит там. И увидел тогда Бог Всесильный, Ют-Кей-Вав-Кей, это имя Всевышнего, Творец Мироздания, что он сдвинулся, чтобы увидеть, сдвинулся в своем восприятии. То есть, не то, чтобы он сдвинулся, там Бог увидел, что он сделал три шага вправо, три шага влево. Он начал еще сильнее отключаться от своего материального тела. Он как бы выходить начал из тела. И Всевышний, тот вот Бог, который Творец Мироздания, он проявился не через андела, он тоже как бы сделал шаг к Мошарабейну. В шаг образно, то есть, у них появился контакт. И возвал к нему Всесильный из этого куста и сказал Моше-Моше. Он к нему обратился, сказал ему Моше-Моше. Мы знаем, что Бог обращается он к Аврааму, Авраам, Авраам, Яков, Яков. То есть, Бог дважды обращается к пророку, чтобы включить его на какие-то там два уровня восприятия. Моше-Моше. И сказал Моше-Моше, Рабейну, и ныне, вот он я. Вот он я. Значит, это такое, такое как бы восклицание, такое, когда, тоже оно в Торе встречается неоднократно у пророков, когда к ним обращается Бог, и он говорит, и ныне, вот он я весь, да, вот он я готов к восприятию. И сказал Бог. Не приближайся обутый, сними туфли с твоих ног. Тиа Макома Шерата Омэд Алаф, что место, на котором ты стоишь, Адама Кодыш У, святая земля эта. Значит, по-простому это нельзя понимать. Что Бог ему сказал, сними туфли. Я вам скажу, что вот мусульмане сейчас, они заходят молиться в мечеть, разуваются. Евреи раньше когда-то, они тоже разувались, потом перестали разуваться, когда мусульмане начали разуваться, чтобы евреи все время хотели идти вот отдельным путем, что мы не делаем то, что делают все. И раньше евреи, вот как сейчас молятся мусульмане, так раньше молились евреи во времена Талмуда, вот и штаховод вот эти вот, они вот так вот молились один в один. И снимали обувь, и мыли ноги. Но потом перестали это делать, молятся сейчас стоя, стоят вот так вот. Почему Бог сказал Мушерабену снять туфли? Говорит намусная Тора, не было здесь никакого вообще реального значения обувь. Обувь не имела никакого реального значения. Имеется в виду, что тело человека, материальное тело, оно является как обувь для его души. И когда он говорит, Бог ему сказал, сними туфли со своих ног, имелось в виду, что выйди из своего тела, да, то есть отключись от своего тела. Это имеется в виду. И, значит, и сказал Бог ему, Анухи Элея Виха, я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. Значит, вот здесь очень интересная такая вещь, без психологии это нельзя понять. Всевышний, когда он обращается к... вернее не так. Всевышний проявляется в этом мире через какие-то действия, через каких-то людей, через слова Торы. То есть мы со Всевышним напрямую, мы не можем с ним взаимодействовать. Есть такая книга, Рава Тива Тацио написал, называется «Маска вселенной». И весь этот мир, он называется Олам. Да, вот на иврите мир, слово Олам. А не Бе, Олам, Азе. Я в этом мире. Или мы ждем Олам Аба, мир грядущий. Слово Олам на иврите, айн ламет мем, да? Айн вав ламет мем. Олам. Оно, этот корень, он означает скрывать. То есть этот мир, он скрывает Всевышнего. Мы смотрим на мир, но за всем вот этим вот, за этой рукой, за этим уроком, за этим телефоном, за этой книгой, за всем этим скрывается Всевышний. Это как этот мир, это маска Всевышнего, маска Бога. То есть с той стороны всегда Всевышний. С чем бы мы не взаимодействовали, то по факту мы взаимодействуем со Всевышним. Но вот это вот то, что мы взаимодействуем, это как маска. Теперь в некоторых людях, таких как Авраам, Ицхак, Яаков, Мошер Абейну, Всевышний проявляется для всего человечества. Но он проявляется все равно. В Аврааме было его проявление через Авраама. И Бог Авраама, это Бог, который проявлялся как Авраам. Он построил шатер, и было, значит, четыре входа, и он всему миру давал милосердие, всему миру рассказывал про Бога. То есть он был такой хесед, милосердие. Бог Ицхака. Значит, Бог Ицхака, Ицхак наоборот уходил от всех, и он сидел скрытый от всех максимально. И над ним стоял луч света, то есть он как бы внутренняя работа, да? Внутренняя работа, медитация, такое погружение в себя, совершенно другой способ. То есть Бог Ицхака, он совершенно по-другому проявлялся. Бог Якова. Яков, он, туда он пошел, четыре жены, двенадцать сыновей. Значит, в овцы, тут он лаван за ним гонится, тут за ним Исаав гонится. Он в этот самый, уходит он в Египет, в Египет, сын у него пропадает. То есть Яков, он очень был интегрирован в этот мир, и Бог проявлялся в Якове через, ну такой вот, он Бог этого мира, да? То есть он был интегрирован в этот мир, который весь этот мир, постоянные изменения, постоянная какая-то волны, борьба, вверх-вниз, какие-то там сложные ситуации в жизни и так далее. Это Бог Якова. И значит, и говорит Бог Моше Рабейну. Я Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Ваастер Моше Панав. И закрыл Моше лицо свое. То есть Моше Рабейну не, как сказать, он боялся ближе к Богу приближаться. Ки Яре. Боялся он миабит эль Эллоим. Потому что он боялся смотреть в сторону Всесильного. Как мы знаем, не может человек увидеть Бога и остаться в живых. То есть он Моше Рабейну, он не хотел напрямую соприкасаться со Всевышним. Ему достаточно было Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Но Всевышний выбрал Моше Рабейну для того, чтобы сделать то, что он потом сделал. Вывел еврейский народ из Едипта, дарование Торы. Все это было через Моше Рабейну. Мне очень понравилась в Малбиме одна идея, которую я раньше не встречал. Значит, царь Соломон в книге Мишли, он говорит, что Всевышний в каждом поколении подготовил тошия. Это такое слово есть. Подготовил неких людей, через которых Бог готов проявиться. Есть известная история, что в каждом поколении есть Маше, есть Мессия. Но этот Маше, он уходит нереализованным. И в каждом поколении появляется новый Мессия, новый Мессия, новый Маше, новый Маше, значит, который не раскрывается из-за грехов поколения. То есть поколение не готово. И вот в тот момент Маше Рабейну, он был Машеахом того поколения. То есть если бы пришло время исхода из Едипта на сто лет раньше или на сто лет позже, то был бы кто-то другой. Возможно, его звали бы не Моше, а может быть его тоже звали бы Моше. То есть Бог через Моше проявился. И он ему говорит. И сказал Бог. Рао раити этони ами. Увидел, увидел я бедствие моего народа, которое в Едипте. Ветца акатам шамати. И их критии я услышал из-за угнетателей, которые их угнетают. Тия дати эт маковам. И узнал я, услышал я, узнал, почувствовал их боль. Ваерет леоцилло мият митсраем. И спустился я, чтобы спасти его народ из руки Египта. Уля лото. И поднять его, минарец, из этой земли в землю хорошую, широкую. В эль эрец, в землю текущую молоком и медом. Эль макома кнаани. Вместо, где сейчас находится кнаани. Хити и Эмори. Это те народы, которые апризи, ахиви, ваевуси. Семь народов, которые населяли землю Израиля. Как раз совпало, что их грехи наполнили чашу грехов. И уже у них не было никакой заслуги для того, чтобы находиться на этой земле. Потому что их грехи они перевесили. И, значит, еврейский народ, наоборот, их боль была, уже наполнила, как бы, чашу боли. Да, все на небе как весы, да, идет, как весы такие. На небе у человека, у каждого. То есть их боль наполнила чашу боли. У этих грехи наполнили чашу грехов. И, значит, Всевышний в этот момент проявляется и говорит, все, пришло время. И вот крик, крик молитва ЦАКа, сынов Израиля, пришла ко мне. И увидел я то давление, которое египтяне на них давят. Здесь все есть, большой люфт есть. У каждого человека есть, как бы, диапазон. Вот это вот, вот эта граница, это самопожертвование ради Всевышнего, уровень, то, что называется мессерут нефыш, да, когда человек прям преодолевает какие-то суперсложности в служении Всевышнему. Это граница, если человек это делает, Всевышний сразу для него делает все для человека. Мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Это граница греха, когда человек уже просто, он там, ну вот вообще, вот он в Йом-Кипур осознанно там делает какие-то страшные преступления. Это уже в этот момент Всевышний его может просто, на месте человек может исчезнуть. А между ним вот этот вот полутона, все на полутонах, да. Поэтому и жизнь такая на полутона. Но вот здесь как раз закончились полутона, и все совпало. Египтяне, они слишком уничтожали евреев, убивали детей там и так далее. То есть, они слишком задавили уже со стороны зла. Еврестий народ от этого давления молился в полную силу, прям кричал. Тут совпало, что эти все Евусим, там вот эти семь народов, которые в земле Израиля, они были идолопоклонники, приносили детей в жертву. То есть, они страшные вещи делали. И все совпало. И говорит Бог Моше Рабейну, все говорит. Ве ата леха, ве шла хаха эль паро. И теперь Бог говорит Моше Рабейну, а ты, говорит, теперь иди, я тебя посылаю к фараону. Ве отце этами бне Исраэль. И вытащи народ мой, сынов Израиля, из Едипта. И сказал Моше Всесильному. Мия Анухи, он говорит, кто я, он говорит, кто я, киелех эль паро, кто я, чтобы идти к паро, он говорит. Вообще, Богу, представляете вообще, да, Моше Рабейну говорит, ну, другой бы человек, что сказал бы. Да, вообще, вот это Бог меня выбрал, молодец, я вообще, круто, круто. Моше Рабейну говорит, кто я, чтобы идти к паро. И как я вытащу сынов Израиля из Египта. Моше Рабейну, он был скромнейший из людей, у него не было эго, не было я. И он говорит, кто я вообще, как я вообще, ну, где я, кто я, как я пойду. И сказал, Бог ему говорит, вот именно поэтому ты не переживай. Бог ему сказал дословно, я буду в тебе, он сказал. Я буду в тебе, это не ты пойдешь, я через тебя буду действовать, сказал Бог. И вот тебе знак, что я тебя послал, когда ты выведешь этот народ из Египта, ты будешь служить, будете служить Богу Всесильному на этом месте, на этой горе. И здесь тоже интересное такое наблюдение, что когда Бог ему показал именно огонь, который горел на кусте, а куст не сгорал, то Бог ему тоже сказал, что я буду с тобой, и с тобой ничего не случится. То есть я буду в тебе, я буду с тобой, не бойся. То есть ты же видишь, я же Бог, этот же мир мой, куст горит, не сгорает, чего тебе волноваться. И сказал Моше Всесильному, вот я приду к сынам Израиля, и скажу им, Бог ваших отцов послал меня к вам. И скажут они мне, Машмо, а скажут они мне, как имя его? Кто это за Бог этот, который послал тебя? Значит, Машмо, Маумер Алеем, что я им скажу? Спросил Маша Рабену. Я, кстати, одну вещь вчера читал, как пришел один человек к Равину, и говорит, ученик Ешиевы, там все, и он говорит, я все, хочу вам сказать, что у меня нету больше веры в Бога, я в Бога не верю. А Равин ему говорит, ну а расскажи мне вообще, что это ты имеешь в виду, что ты знаешь, что значит ты в Бога не веришь? Он ему что-то рассказывал, рассказывал, а Равин ему говорит, знаешь, говорит, вот в того Бога, в которого ты не веришь, я тоже не верю, но это не Бог. Бог настоящий, это не тот, в кого ты не веришь. То есть тот, в кого ты не веришь, то, как ты себе представляешь Бога, это не Бог. И Маше Рабейну задал вот этот вот вопрос. Он говорит, я скажу, меня послал Бог. А они спросят, а как имя его, кто он? То есть опиши нам его, расскажи нам про него. Кто тебя послал? И сказал всесильный Маше, Буду, который будет. Будет, который будет. Тут прямо целая кабала, там эта мистика и так далее. Но он сказал ему, что сущность это бытие. То есть я как бы то, что есть. Вот все, что есть, это я. И нет ничего, кроме меня. И я, шаре, будет то, что будет. И после этого Вайомар. И дальше Бог ему говорит, но ты скажи по-другому. Ты им скажи так. Ко томар лебне истрель. Так скажи с нам, Израиля. Это Буду, который Буду, они не поймут. Это ты можешь понять Маше Рабейну, который пророк, который человек высочайшего духовного уровня. А они-то не поймут. Так ты так им скажи с нам, Израиля. И е тот, кто будет, шлахани алейхэм. Тот, кто будет, послал меня к вам. Вайомар от, тоже Всевышний, когда ему сказал, тот, который будет, послал меня к вам. То есть тот, который всегда будет, послал меня к вам. Тоже как-то не очень понятно. И сказал, тогда он ему дает еще одну характеристику. И сказал всесильный, и сказал всесильный Маше, так им скажи лучше. Вот так им скажи, сынам Израиля. Бог всесильный ваших отцов, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова послал меня к вам. Это имя мое навсегда. И это память на все поколения. То есть теперь понятно, почему мы изучаем Тору и почему Тора начинается с книги Берешит, которая в начале, которая нам рассказывает о жизни Адам Решона, первого человека, его взаимоотношения с Богом. О жизни Ноаха, его взаимоотношения с Богом. О жизни Авраама Ицхака и Якова, их взаимоотношения с Богом. Мы не можем понять Бога, кроме как через его проявления в этом мире. И понять, постигнуть, описать, тем более передать мысль о Боге, очень сложно. Но когда мы говорим, это Бог, который был с Авраамом в десяти испытаниях Авраама, это Бог, который был с Ицхаком, это Бог, который был с Яковом, это Бог, который мы сейчас изучаем, который был с Еврейским народом 400 лет в изгнании, потом было десять казней, потом выход из Египта, потом 40 лет в пустыне. Мы через все это начинаем понимать, что это за Бог. Но мы не Его понимаем, мы понимаем Его проявление по отношению к нам. И то есть вот это вот очень такой тонкий момент, который в этом разговоре мы сейчас понимаем. что Бог, который взаимодействует с человеком, он проявляется для каждого человека в зависимости от уровня человека, от действия человека, от его, от его, как сказал царь Давид, что Бог как тень от твоей правой руки. То есть ты делаешь шаг к Богу, Бог тебе приближается. Ты делаешь и так далее. То есть Творец, Создатель, Бог Всесильный, он проявляется для каждого из нас по-разному. Понятно, да, идея? Вот это то, что, мне кажется, Бог сказал Машей Робейну. Ну все, поэтому что мы можем из этого сделать? Когда мы изучаем Тору и когда мы пытаемся понять, как Бог проявляется, когда мы реально изучаем, изучаем святые книги, изучаем Тору, когда мы делаем заповеди, мы выполняем волю Бога, мы с ним соединяемся, да, то есть ты, выполняя волю Бога, ты как бы с ним становишься его частью, да, он сказал, сделай, и ты как бы делаешь. Когда мы делаем добрые дела, когда мы молимся, да, молитва это как бы диалог с Богом, то есть ты ему говоришь, ты с ним разговариваешь, да, лицом к лицу, когда молишься. То есть все это возможности взаимодействовать со Всевышним и значит, чтобы Всевышний дал нам хорошие, удобные условия прохождения этого мира, чтобы было нам всем хорошее здоровье, хорошее благополучие, хорошее отношение, шалом. Вот шалом это одно из проявлений Всевышнего, это шалом, когда все мирно, когда все хорошо, когда все соответствует, когда нет никакого напряжения. Вот это то, к чему надо стремиться, чтобы был шалом в душе, шалом с собой, шалом в душе, шалом с близкими, шалом со Всевышним. Шалом это самое главное, что есть в мире, чтобы был у нас у всех шалом и чтобы был шалом между странами. Все, всем удачи и успехов, прекрасного, хорошего дня, удачи и успехов. Счастливо.